Этим летом придется выдержать непростой экзамен и Франции, и, судя по всему, подготовка к нему идет не так, как хотелось бы. До самого главного спортивного старта остается всего ничего. На неделе Олимпийский огонь начал свой путь в Париж, но французская столица откровенно не готова его принять. Хотя в преддверии Игры Франция пережила уже много чего – и массовую ловлю собак, и борьбу с клопами, и великое переселение бомшей из Парижа, и установку перегородок между кабинками в туалетах. Теперь французам угрожает ИГИЛ. Угрозы исходят от ячейки в Аганистане, той самой, которая взяла на себя теракт в Крокусе. Можно предположить, что организация действует в интересах британцев или американцев. Макрон в последнее время ведет себя слишком самостоятельно, его явно хотят успокоить. Пока что под вопросом формата открытия и закрытия, вероятно, от массового допуска зрителей откажутся. Еще одна проблема – это качество воды в сене. Из-за попадания стоков пробы не соответствуют стандартам. В Париже не готовы и транспортные сообщения. К Олимпиаде в столице планировали открыть 50 станций метро и три новые линии, но пока не открыли ничего. Также ожидается аномальная жара. Еще крысы бездомные и клопы. Кроме того, туристы не смогут снять квартиры в Париже из-за высоких цен. Уже сейчас французы просят более 2000 евро за ночь. Что характерно, на период Олимпиады запланирована еще и забастовка транспортников. Пока, конечно, рано говорить о результатах игр, но уже понятно, что скучно не будет никому.